Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто скучает по вам? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вот вы как будто стоите перед выбором каким-то. В вашей жизни должен быть, вот знаете, какой-то момент выбора. Это касается абсолютно всего. Это может быть и выбор, допустим, переезда куда-то. Причем у кого-то из вас проигрывается реально дорога, может быть даже непредвиденная дорога, либо же это в командировку. Либо еще там, я не знаю, к родственникам, к друзьям неожиданно придется ехать. Это может быть ситуация выбора, допустим, поменять работу, стоит ли менять, не стоит. Может быть, есть несколько вариантов работы, вы не можете определиться. Это может быть даже, ну, может касаться даже отношений, когда, допустим, есть женщина, с которой вы хотите зароманить, да. Может быть, вы думаете, а стоит с ней связываться или нет. Либо же две женщины у вас есть на примете, и вы думаете, вот с кем лучше связаться, с одной, либо с другой, с кем лучше зароманить. Ну, то есть, вот какая-то дилемма перед вами стоит, вот именно какой-то выбор. И вот что самое интересное, знаете, вот в каждом раскладе практически вы падаете, вы как императором. Я понимаю, конечно, что меня смотрят, ну, в принципе, много одних и тех же, да, мужчин, за исключением, конечно, новых подписчиков. Но, в принципе, мне постоянно показывают, что вот вы сильный мужчина, вы император. Как бы вам тяжело не было, а вам бывает периодически тяжело, когда вы начинаете что-то отстаивать, за что-то бороться, да, вот. Вот, ну, как бы бороться, может быть, даже за местом под солнцем, под солнцем. Это у всех будет проигрываться абсолютно разные ситуации, да, потому что, как мы знаем, это общий расклад. И вот, несмотря на то, что вы сильный мужчина и император, перед вами тоже бывают такие вот дилеммы. Что сделать, как делать, ситуация выбора. Даже вот у сильных мужчин иногда бывают, ну, такие сбои, наверное, да, когда начинаешь просто пасовать перед какой-то ситуацией, особенно если это серьёзная ситуация, когда не знаешь, какой выбор сделать лучше. Плюс ещё может проигрываться ситуация, вот когда, вот знаете, вот как будто подвисло что-то. Это опять же может касаться, давайте-ка всё-таки уточним, да, вот чего это касается. Это может касаться и денег, и чувств, да, вот мне как показали. То есть ситуация подвисла, может быть, допустим, вы разошлись, но вы надеетесь ещё, что всё вернётся, да, то есть ни туда, ни сюда вы не знаете, как будет, что будет, да. Это может быть ситуация, вот когда подвисает выплата денег, да, вот задерживается зарплата, допустим, либо же вообще её не выплатили, допустим, вот в этом месяце, да. Ну, то есть что-то вот, что-то вот как в подвешенном состоянии у вас. Опять же, это будет проигрываться у каждого по-разному, да. Плюс ещё может быть, что вы вот ждёте какое-то очень важное сообщение, причём это сообщение может касаться именно вашего выбора. Вот оно всё у вас связано, очень связано, причём вот именно с деньгами мне вот идёт, что это очень сильно связано, может быть, ещё с деньгами. Вот какая-то ситуация, да, вот застопориться, что-то такое подвисло у вас. Так. Очень такие кардинальные перемены произошли в вашей жизни, причём перемены, которые выбили вас из колеи. Очень неприятный период. Так, с чем он связан этот период? Ну, конечно же, это с женщиной связан, посмотрите. Это либо же ваша любимая женщина, либо с которой у вас была семья. То есть это разрушение семьи, это развод. Это всё, что касается вот негативных моментов женщины. То есть вы это всё либо же сейчас проживаете, либо вот ещё совсем недавно проживали, да. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Так, пришла дамочка, которая разрушила вашу жизнь. Я так и думала, в принципе, да. С которой произошло разрушение вот семьи, либо же отношений. С которой вам было безумно тяжело, из-за которой и сейчас вам очень тяжело. Вот это женщина, которая подарила и очень много радости, и очень много боли. Вот она пришла, знаете, вот как будто бы просить прощения вот через расклад, да. Вот казалось бы, всё, горшки побили, разошлись, разругались. Ну вот она пришла сегодня к нам на расклады. Давайте-ка посмотрим ещё, что это за женщина, и с чем она к нам пожаловала, и что она хочет нам сказать. Так, очень агрессивная дама. Очень тяжело вам с ней было. Много было обманутых надежд. Много чего не свершилось, то, что вы планировали с этой женщиной. Возможно, даже вот те из вас, кто, допустим, жили просто в гражданском браке, возможно, вы мечтали жениться уже официально. Не сложилось, не получилось. Либо же вы встречались просто, ну, хотели пожениться, да. Женщина, которая давала много надежд, она могла вот что-то вам наобещать, но не исполнить то, что она сказала, да. Она такая вот, ну, сиювею я бы её назвала, да. И вашим, и нашим, куда хочу, туда лечу. Такая дама несерьёзная. Хотя на первый взгляд, вот я бы сказала, что она, она совершенно другая. Вот я думаю, вы когда с ней знакомились, она была совершенно другой. Это как будто совершенно другой человек был. Она была более такая, может быть, добрая, более такая ранимая казалась, да. Очень такая, ну, ручная, тёплая, что ли. Но потом вот как бы время прошло, и человек кардинально поменялся. Под действием обстоятельств, под действием каких-то вот этих всех жизненных забот, проблем, ваших взаимных недовольств. Женщина кардинально поменялась. И давайте-ка теперь посмотрим, что же она хочет нам рассказать, в чём же она хочет признаться, и вообще чего она хочет, и почему она сегодня явилась, не запылилась, да. Вот знаете, она хочет сказать, что всё-таки вы тот мужчина, которого она любила. Если у вас, допустим, не было семьи, не было детей, а просто были отношения, либо же гражданский брак, вот она говорит, что она, в принципе, она хотела бы с вами и семью, настоящую, официальную. Она хотела бы даже детей. Это те, у кого вот не получилось, не успели, да, с детьми. Она это всё хотела и задумывала. Почему же не получилось? А что же такое случилось? Вот она говорит, что ей сейчас очень плохо. Вот мне идёт такая информация, что она как будто сама себя вот ругает, казнит, да, что так всё вышло. За что она себя ругает? Вот она считает, что эта ситуация, которая произошла с вами, это всё, ну, справедливо получилось. Она понимает, что она заслужила то, что произошло, да, вот разрыв этот всё. Она понимает, что ради каких-то вот денег, ради какой-то красивой жизни, вот этих побрякушек всех, она вот вас потеряла, причём, ну, она реально, она вас любила, да. Она любила, но по-своему. Может быть, она, знаете, вот бывают женщины, которые, ну, не очень, ну, в принципе, и мужчины такие бывают, которые не очень умеют показывать, говорить о своей любви. Хотя, опять же, дилемма. Ну, хорошо, если человек не умеет сказать о любви, ну, он хотя бы делами, поступками покажет, да. Напишите мне в комментариях, вы согласны с этим или нет, что главное, как человек относится, да, потому что, ну, на словах мы все друг друга любим. Это немножко не то на словах. Вот она всё равно, несмотря ни на что вас любила, вот что она вам хочет сказать. Вот она реально, она сейчас кусает локти, ей плохо. Она, вот, знаете, как будто изводит сама себя вот этими мыслями, своими переживаниями какими-то. Вот она винит, знаете, вот она винит именно себя. А в чём она винит? Давайте-ка уточним. Вот она винит, что она разрушила семью из-за неё. Видите, вот именно из-за неё разрушилась семья. Вот она говорит, что можно было вот как-то вот построить семью по-другому. Могло всё быть иначе. У нас сегодня прям как исповедь начинается, да. Вот она именно ностальгирует за вами, она скучает за вами, потому что, ну, всё-таки, я думаю, у неё ещё какие-то вот остатки чувств, привязанности к вам, они остались. И сейчас вот реально плохо. Вы знаете, давно не было такого расклада, вот именно о бывшей. У меня у самой прям до мурашек настолько как-то вот, ну, трепетно тогда женщина кается как будто. Вот она как будто бы, да, она вам не говорит, но она как будто просит прощения. Вот через расклад она как будто бы у вас просит прощения. Она говорит о том, что она осознаёт, что да, она виновата, она разрушила семью, она потеряла любимого мужчину, и она об этом очень сильно жалеет, что, в принципе, очень немаловажно, я вам скажу. То, что она, конечно, это поняла, но опять-таки ситуации, это ведь не поменяет, да. Ну, ничего она уже не сделает. Хотя давайте-ка уточним, в принципе. Давайте уточним. Вот если ей всё было хорошо, так, да, я думаю, вам тоже интересно. Вот, ну, как бы где логика? Если ей было хорошо, если вы были любимый мужчина, почему она пошла, допустим, там направо-налево, почему она начала, ну, так себя вести, а теперь жалеет? Вот, деньги, деньги, всё ради денег. Деньги, да, посмотрите, очень чётко. Смотрите, ребят, у кого вот были измены, предательства, да. Чисто ради денег. Вот человек настолько зациклен на деньгах, на красивой жизни, на подарках, она и пошла туда, потому что надеялась, что там, знаете, лишнюю денежку ей дадут, ей, допустим, там какие-то подарки, ещё какие-то блага будут давать. И вот сейчас она об этом жалеет, что получается вот именно из-за денег, что самое обидное, вот очень чётко карта жадности у нас выпала, да. Именно из-за жадности, из-за красивой жизни, вот ей всегда хотелось быть той самой императрицей, да, вот которой она выпала. У неё были некоторые претензии, да, вот, возможно, вы там зарабатывали не так много, как ей бы хотелось, да. И она из-за этого, вот она пошла направо-налево, она из-за денег вот пошла, как бы, ну, предавать любимого человека, да. Это ужасно звучит, конечно. Но сейчас она об этом жалеет. Вот она реально, она скучает за вами, она ностальгирует, она кусает локти о том, что она лишилась любимого мужчины, который старался, да, ну, пусть в меру своих каких-то возможностей, но не все же олигархи, миллионеры, не все зарабатывают много-много денег. Но, тем не менее, да, вот как-то вот она кается. Вот даже странно, вот пришла женщина, да, вот, которая реально кается. Давайте-ка уточним, а будет ли она что-то делать, может быть, предпринимать, может быть, она попробует, я не знаю, возвращаться к вам, как-то проявляться, да, вот. Давайте-ка вот уточним, будет ли она что-то делать, ваш адрес именно вот к вам. Нет, она не будет. По крайней мере, в ближайшее время я этого не вижу. Она сейчас вот реально, она в тупике. Да, она на уровне мыслей, она жалеет, она сама с собой вот как бы, ну, мысленно разговаривает, да, вот она это мусолит в голове, все обдумывает. Ну, максимум это что она бы сделала? Она, во-первых, считает, что вы ее не примете, потому что как бы у вас либо же есть другая женщина, либо вы ее не простите просто-напросто. А она привыкла быть на высоте, она не может унижаться, она не может упасть ниже плинтуса, чтобы вы ее просто послали. Ну, то есть, пока я не вижу действий. Хорошо. Так, давайте-ка спросим по-другому. В ближайшее время она не появится. Будет ли она вообще что-то делать по отношению к вам? Будет ли она возвращаться, пытаться вас вернуть? Вот все-таки, знаете, нет, она будет искать все-таки новую любовь, потому что она понимает, что вы ее уже не простите. Вот вы ее не простите, она понимает, что лучше вот она будет нового мужчину искать, нового, нового мужчину. Ну, причем опять у нас карта манипуляций выпадает, да, карта мага. И с этим новым мужчиной, да, вот она опять же будет все свои штучки вытворять, что делала с вами. Ну, то есть, какая-то странная дилемма получается. Человек понимает, что разрушил свою семью, человек потерял любимого мужчину, но, тем не менее, она будет искать вот новую любовь, нового мужчину и опять же манипулировать, опять же использовать. А с вами вот она, знаете, вот мириться она не будет. Да, вы можете общаться, она может даже там периодически позванивать вам, может быть, у кого-то это ради детей, там какие-то моменты, еще что-то, может быть, материальное там решать, какие-то вопросы. Но это не будет то самое возвращение, вот о котором, может быть, кто-то из вас мечтает. Нет, она будет искать новую жертву себе. Новую жертву, вот как самка богомола, да, которая спаривается, а потом съедает, да, партнера, так сказать, своего. Вот это приблизительно так. Дама, которая жадная к деньгам, да, она вроде бы, ну, странная, да, крик у женщины, она, честное слово. Вроде бы она и понимает, да, вроде бы и жалеет, но тем не менее она будет искать новую жертву себе и опять же будет чудить все то же самое. Поэтому смотрите, ребята, кто еще что-то там холит, лелеет надежду на возвращение, нет, я не вижу примирения, я не вижу. Эта дама будет доить другого мужчину. Возможно, она потом опять пожалеет, ну, это, как, знаете, самоистязание какое-то, вот она знает, что делает плохо, но она продолжает это делать. Ну, это трэш какой-то. Вот такой был интересный расклад сегодня, даже мне интересный, вот такая прям дама, прям такая исповедь сегодня ее. Прям жалеет она, еще такого давно не было у нас в раскладах, чтобы жалела. Вот это да, прогресс. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok